привет с вами криптонист у нас отличная новость вчера был анонс новой функции обмена и покупки криптовалют через интерфейс trezor.io я продемонстрирую обмен криптовалют зафиксирую сколько времени это займет и сколько денег это займет поехали стоит отметить что функция появилась недавно и она пока что тестируется в бета-версии кошелька отсюда рекомендация что пока не стоит использовать функцию на большие суммы денег дождитесь пока данная функция пройдет все проверки и станет доступна по обычному адресу trezor.io для того чтобы войти в эту версию нам нужно поменять адрес на бета-волет-трезор.io заходим по адресу данное сообщение говорит нам о том что здесь тестируются новые возможности собирается информация ошибках для его развития и официального выхода нажимаем ok вводим пин-код от кошелька вводим кодовую фразу далее выбираем криптовалюту ну например я буду обменивать лайткоин да и я попадаю на лайткоин теперь нам нужно выбрать счет с которым мы хотим работать и выбрать новую вкладку exchange обмен так новое окошечко здесь есть ключевая информация обмен крипты предоставляется сторонними сервисами trezor не несет ответственность за комиссии тарифы и процесс обмена если есть вопросы касательно конфиденциальности обменных курсов и всего процесса обмена обратитесь в соответствующую службу осознанно понимаем что мы делаем соглашаемся жмем далее и мы попадаем вот на страничку обмена внизу от и находятся сервисы где можно приобрести криптовалюту здесь нет никакой прямой интеграции с трезером это просто рекомендация satoshi labs где можно покупать криптовалюту перейдем к обмену мы находимся в аккаунте с которого будет происходить обмен это лайткоин это первый аккаунт и в этой строке мы выбираем на что мы хотим поменять лайткоин хочу обратить внимание что здесь есть манера и ripple которые на данный момент не поддерживаются трезером и если мы например выбираем ripple то в этом случае мы обмениваем лайткоин на ripple и подставляем адрес рипла вручную то же самое происходит и с монера то есть мы можем предоставить адрес который не принадлежит нашей сид фразе и отправить скажем так деньги на другой кошелек с валютами который трезер поддерживает дело обстоит немного иначе например я хочу обменять лайткоин на биткоин я выбираю здесь bitcoin сканируются все активные счета биткоина стандартные legacy вот у меня как раз три стандартных счета один legacy счет вот он их все определил мы выбираем здесь счет на который мы хотим отправить деньги пусть это будет счет номер два да забыл сказать здесь есть еще опция и не btc адресу это означает это означает что мы переходим в режим точно так же как и с монеры и ripple то есть мы подставляем какой-то внешний адрес я же буду использовать внутренний счет кошелька поэтому давайте еще раз отсканируем все выбираю счет номер два теперь я нажимаю кнопку продолжить трезер мне предлагает сверить адрес с которого на который я хочу отправить деньги сверяем на адрес интерфейса с адресом который у меня указан здесь на кошельке я говорил неоднократно повторю аппаратный кошелек показывает всегда подлинную информацию доверяйте ему сверяем подтверждаем действия мы выбрали счет лайткоина лайткоин будет отправлен на биткоиновский счет номер два на такой-то адрес все это определилось и подставилась автоматически с помощью трезера что исключает возможности злоумышленникам заменить какую-либо эту информацию далее нам предлагается определить сколько мы хотим отправить но например я хочу отправить 10 долларов ищется обменники которые готовы обменять такую сумму и отобразился обменник шейпшифт один из самых известных обменников запущенных в 2013 году в швейцарии одна из особенностей шейпшифт заключается в том что они не собирают конфиденциальную информацию не хранят и у себя на серверах обменник шейпши доступен как через веб-интерфейс так и через мобильные приложения и также существуют различные интеграции и интеграции с интерфейсами криптовалютных кошельков типа кипки и как в нашем примере с трезером ну и стоит отметить что одна из дочерних компаний занимается производством кошельков кипки кстати скоро на нашем канале начнется серия обзоров про аппаратный кошелек кипки и так мы видим сколько мы тратим лайткоинов и сколько мы получаем биткоинов курс кстати вот этот меняется в реальном времени давайте немного подождем да вот изменилось теперь мы подтверждаем согласие после того как нам все вся эта картина нравится мы согласны нажимаем ok тебе нам нужно сверить адрес которого мы отправляем с тем что на трезере ok и как сейчас происходит то же самое что мы делаем в обычных транзакциях то есть мы соглашаемся с суммой отправки соглашаемся с комиссией нажимаем ok после чего появляется процесс в поле с процессом нашей транзакции где отображается примерное время вообще на практике происходит быстрее чем 45 минут также есть у нас ссылка more details которая перемещает нас на официальный сайт шейп шифта и показывает всю эту сделку уже на сайте шейп шифта давайте немного подождем и как мы видим все транзакции то есть не транзакция обмен совершился здесь тоже самое сейчас появится да все секс отлично и можно через эту кнопку отобразить информацию в обозреватель блокчейна сейчас мы вернем да здесь транзакции не подтвердены сейчас мы к ней вернемся давайте теперь посмотрим перейдем в транзакции и увидим что вот а транзакция она подтвердилась лайткоин блоки подтверждаются каждые две с половиной по моему минуты поэтому вот уже есть одно подтверждение все здорово теперь давайте перейдем bitcoin выберем счет 2 и мы видим что транзакция в пути а у нас адрес начинается так на конце 5 джей f в биткойн обозреватели мы видим вот эту транзакцию 5 джей f вот шейп шифтовский адрес используется он в качестве входа отправляет нам и остаток средств 80 долларов он отправляет себе на адрес в виде сдачи хочу обратить внимание что шейп шифт использует адреса legacy то есть который начинается на с единицы и мы знаем что транзакции с legacy в legacy счетах намного дороже и вот мне пока непонятно почему они все еще не перешли на составные хотя бы адреса сегвита которые начинаются стройки транзакции были бы намного дешевле ну давайте подождем немного надеюсь она подтвердится и мы видим здесь что сумма транзакций 831 доллар то есть мы отправляли 10 долларов а на выходе мы получили 831 комиссия достаточно большая но мы отправляем маленькую сумму поэтому я думаю что если будет большая сумма то вероятнее комиссия не сильно будет меняться ну я думаю что наверное ждать подтверждение так как этот тестовое такое видео и небольшая сумма можно не ждать подтверждения вам я рекомендую всегда дожидаться подтверждения где-то хотя бы в два-три блока на случай форка подведем итоги что понравилось что можно осуществлять обмен напрямую из интерфейса трезера что поддерживаются многие криптовалюты для обмена что все происходит быстро и безопасно что хотелось бы пожелать чтобы комиссии стоили бы дешевле тогда это будет просто замечательный сервис спасибо вам за просмотр видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал если у вас остались вопросы пишите в комментариях с вами был криптонист пока